добрый день коллеги садоводы друзья сегодня снова пришел поснимать киви как вот мимо такой красоты пройдешь вот видите такое дружное цветение снимаю конечно это для любителей субтропических плодовых культур но еще по поводу одного вопроса связанного с урожайностью субтропических культур на одном из форумов собралась интересная и забавная публика начали доказывать что урожайность плодовых это главное саду а вкус подождет спрашивается если я хочу вдоволь поесть то я насажу на участке картошки и репы особенно вот репы шикарная культура в том плане что она ничем не болеет особо и удобрять не надо и как говорится выращиваю да выращиваю ежегодно больше урожая все бы так и делали но за малым делом стало почему-то не выращивают репу а стали выращивать картофель топинобур свеклу морковь то есть совсем совершенно иные овощи и моя версия то что репа уступает по вкусу именно вот этим овощам которые вы все знаете которые привыкли которым вернее мы привыкли уже я вкус репы помню неплохо родители у меня высаживали саду на урале ну как говорится сразу скажу это не мой овощ мне гораздо ближе тот же картофель морковь свекла здесь после переезда на юг с удовольствием ем местную зелень которую сам выращиваю и ем перцы которые здесь имеют совершенно иной вкус чем на урале вот я уже вам показал довольно таки подробно свое киви как она цветет и как мне кажется вот эти разговоры про случайные урожаи среди этой публики которые могу даже по именам назвать олег андрей с кубани оксана в скором будущем прекратятся почему вот хотя бы потому что стою сейчас возле школки инжира этот два инжира который не успел пересадить весной и как говорится хочу развеять их сомнения чтобы они уже угомонились на одном из форумов что якобы я собираю инжир поштучно сейчас мы перейдем от школок другой сад школки я развел потому что люди которые обращаются ко мне за посадочным материалом не все могут укоренять черенки не у всех получается и для них вот такие школочки сделаны то есть будут саженцы буду конечно смотреть за их ростом потому что вот как видите школка из двух сортов вроде бы одна и та же а вот по скорости роста например сорт я так подозреваю что это у меня францискана из адлера привозили черенки а вот здесь долматика и как видим скорость роста черенков совершенно разная то есть вот здесь вот черенки долматики проигрывают скорости роста францискана я сейчас перейду в другой сад и покажу то количество инжиров которые у меня сегодня растут сад коллекционный сразу хочу предупредить и перво-наперво для меня на сегодняшнем этапе это вырастить сортовые инжиры которые нравятся мне это в первую очередь понравятся они другими или нет это второй вопрос но как говорится я например на сегодняшний день не выращиваю коричневый турецкий хотя он как уверяют многие урожайные я даже верю этим людям что он урожайный пусть выращивают никто же не запрещает я выращиваю другие сорты которые для меня кажется более предпочтительным в плане вкуса еще раз хочу подчеркнуть вкуса а не урожайности а сейчас перейдем в сад и расскажу как я решаю вопросы урожайности инжира вот здесь вы можете видеть у меня привиты несколько сортов инжира здесь прививки делались даже в этом году ну естественно вот видите срез побега это был здесь брунсвик и вот здесь почти метр срезан и привит темно-греческий привит также сан-мартин это желтоплодный итальянский сорт который в этом году я приобрел большим кстати трудом вот она прививочка хорошо видно что она пойдет в рост ну вот это уже прививка которую я делал еще в феврале боковой зарез уже работает ждать урожая естественно на этом инжире в этом году смысла нет и как говорится ни одной фиги я здесь не увижу и как говорится ну бокс зато вот здесь будут урожать это уже сто процентов и так я надеюсь вот здесь будет и вот здесь будет а вот это моя каприфига которая помогает как увеличивать урожай путем опыления так и повышать качество фига это преимущество нашего климата черноморского что мы имеем здесь возможность выращивать инжиры всех групп как сан-педро так и адриатическая и группы смирна каприфиги имеют отдельную группу но вот как видите одну из каприфиг вам показываю вот такой как говорится шикарные кластеры вот видите я увеличил их очень я оставил одну век было тут два рукава вот видите такой стволик сам это прививал лет пять-шесть назад опять же видим вот здесь прививочки свежие этого года естественно тоже никакого здесь урожая не будет и я его не жду в этом году но прививки великолепные он уже по десять сантиметров набрали вот так вот хорошо видно вот они вот прививочка еще есть тоже где-то уже десять сантиметров побег ну что ж идем дальше смотрим какие здесь у нас инжирчики вот инжир перед вами будут на него фигни да конечно будут а давайте подойдем поближе много ли будет как видим здесь опять же не менее десятка прививок сделано естественно урожая в этом году с этого вроде бы многолетнего инжира большого ждать не стоит печалит меня то или нет да конечно нет то количество инжира которое я получаю в виде плодов моей семьи хватает с избытком я хочу подчеркнуть с избытком кого волнует урожайность или кого интересуют коммерческие сады дождите с сентября месяца я планирую поездку к одному фермеру который занимается именно реализацией плодов и он нам покажет свои деревья расскажет об урожайности а я занимаюсь как говорится совсем другим вопросом на данном этапе для меня важны коллекционные сорта новые сорта которые я собираю вот этот кус у меня был зафиксирован на фотографиях и урожай с него вот как видите что от него осталось это 10 сантиметровый пенек не один естественно тоже никакого урожая с него не будет но поднимаемся чуть выше здесь вот тоже уже урожая ждать смысла нет потому что сделаны прививки и как видим прививки удачны можно даже прочитать какой сорт алжир это константин де алжир новый сорт из малайзийского питомника от дато вот это я могу сказать что стоит инжир который я укоренял черенками он очень долго поднимался не знаю почему числится пока у меня нбс 13 в прошлом году был первый небольшой урожай ну как я вот смотрю по побегам в этом году урожай это уже наверное будет неплохой вот этот у меня сорт тоже из нбс тоже 13 он числится как один а тот кустик как два будут здесь фиги или нет вот я могу уже сказать что сейчас поближе подведу камеру и как видим фиги здесь будут вот она маленькая такая еще фигушка трудно сфокусировать четко резкость набрать здесь вот у меня подчеканный панч почему подчеканный резался на черенки и плюс сейчас покажу вам растяжки вот видите от сильных ветров он в прошлом а позапрошлом сезоне падал и пришлось его как говорится спасать здесь вот у меня тоже на дикаря были сделаны прививки ну вот из трех прививок я думаю что пара то штук заработает такие операции я провожу чтобы простимулировать рост вот этих почек на прививках ну что еще можно какие инжиры показать есть инжиры вот снизу абхазский фиолетовый вот пусть я показываю сейчас приближу вот он есть хороший куст который тоже был подчекан наполовину темный греческий чистится у меня сортный установлен вот здесь кустики инжира стоят видите какие они опять же давайте посмотрим что было с ними этой весной и вот как видите опять очень много прививок то есть около 200 прививок я сделал в этом году на малоценные сорта на дикарин вот можете прививки видеть где изолента желтая полосатая это все сделаны прививки в этом году или в прошлом как говорится не суть главное что сделано здесь вот у меня есть озимина то есть сад у меня разноплановый если мы пройдем дальше а мы туда наверное пройдем сейчас еще покажу здесь верхней части у меня не до конца показал вам вот у меня еще ряд инжирчиков это вот остатки от русского богатыря вот таких три побега мощных будут фиги будут потому что в прошлом году уже были а причина почему я удалял я уже не один раз рассказывал показывал но не имется некоторым товарищам их имена я уже называл могу еще раз повторить Андрюша Олег так как сана вот не доходит до них что например если сломалось дерево его уже трудно спасти приходится срезать ветки по новой укоренять делать по новой прививки и как говорится естественно урожая в этом году уже большого с него не снять вот португальский сорт софеноприета который три года назад умерзал но от корня вырос это тоже думаю что в этом году уже полноценный урожай фиг на нем будет это у меня приходили черенки из Болгарии от Баяна с неизвестным названием как мне удалось установить то что мы здесь называем в России абхазский фиолетовый это сорт турецкий вот этот у меня тоже куст на следующий год уйдет под перепрививку я на него уже пытался делать кое-какие прививки ну кроме панча пока ничего на нем не получилось еще буду делать то есть у меня работа стоит в плане приобретения новых сортов очень даже неплохо и она мне нравится мне нравится этим заниматься а не стоять на рынке с фигушками зарабатывать непонятно какие там копейки вот видите тоже очень удачные прививки здесь вот черенок прививался вот такая шикарная прививка сейчас назову сорт который привит кинчарио обранка то у меня один из самых лучших светлых сортов пока не установлен партинокарпик или сан педро вот же опять почиканный стоит у меня сорт если не знаю может видите вот здесь на красной изоленте название еще даже не изоленте это метка была с которой приходил десерт кинг черенки из сиэтла вот такой кустик почиканный от него же побег я так думаю что основной урожай будет он требует опыления прибы в этом году на этом кустике нет ну и как дальше видите опять же сделаны две прививки сделаны уже на панч то есть панч у меня уже размножен в таком количестве что я могу себе позволить делать на него прививки вот еще такой вот кустик стоит но это я думаю сорт с бай израильский сорт здоровый сорт но не знаю если не ошибаюсь с названием пока мне урожай на сегодня радует видимо на следующую весну буду его как минимум 50 процентов чикать а возможно и буду перепрививать вот видите тоже как шикарно у меня здесь две прививки вот такого они уже размера так вот шикарно выглядят сейчас обломаю сверху те почки листовые которые были нужны в момент зарождения вернее пробуждения почек и они сейчас уже не нужны чтобы питательные вещества с побега направлялись сразу же вот на эти привитые побеги и как говорится так что у нас здесь привита энчарио 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 бранко тоже вот здесь сорт черная бурса из Турции это тот который реализуется в наших самых крупных супермаркетах цены по разным городам разные я слышал заходило в некоторых городах до 1000 рублей за килограмм многовато конечно но не надо забывать что это сорт экспортный нам привозят его издалека тут и таможенные сборы и скоростная доставка то есть фуры буквально из Турции приходят за 2-3 дня в Россию это еще надо разгрузить в каком-то супермаркете или доехать до того же Воронежа или Саратова рядом еще кустик который вот прошлого года только-только начал более-менее плодоносить финиковый неполитанский но опять же есть сомнения соответствует ли данный сорт истинному названию потому что сорта которые я получил от Ржова на 50 или на 60 процентов оказались неправильными названиями хоть вся и позиционировал на форумах на таком субтропических растений как я убедился хорошо он знает только цитрусы он с ними и работал в основном в Сочинском НИИ вот еще один сорт на котором бы хотелось показать и остановиться который тут мне начали критиковать опять же ни разу не попробовал фиг но сами понимаете что за публика критиковала все та же те же имена Андрюша Олег Оксана то есть они не видели этих фиг вживую ни разу нигде не пробовали но уже дали заключение что это никудешное как говорится вкус у сорта зачем его выращивать коричневый турецкий самый лучший соус по их мнению ну что ж пойдем еще посмотрим когда я поднялся в самую верхнюю точку своего сада и сейчас я вам покажу какую красоту я наблюдаю ежедневно вы видите это черное море вид портит вот эта голубая крыша еврофим но не знаю как пообещал наш премьер это предприятие из столбца перенесут во вновь строящийся порт где-то вроде в окрестностях темрюка возможно даже перенесут потому что склад ядохимикатов в городе на 60 тысяч центры города держать и не дай бог какая экологическая атастрофа городу придется просто выезжать временно а может и не временно потому что часть если людей уедет то уже сюда не вернутся никогда а вот так вот шикарный вид сами видите вон там вот у нас суда стоят на рейде ждут своей погрузки в порту город наш портовый хоть и немного людей работает связаны с бизнесом с портовым но работают люди трудоустроены по свалкам не скитаются ну что ж пройдем еще в другую часть сада я ее называю западной там у меня есть гранаты потому что сам выбирал им специальное место наиболее такое солнечное где у меня больше всего в течение солнца вот мы идем мимо моих азимин вот так вот была подкормка сделалась рыбой но это опять же вот подчиканные кусты Харли Чикаго который черенками которого с которого я не смог удовлетворить всех желающих в этом сезоне это вот корделия подчиканная это рандина тоже вот как видите очень даже подчикан был так вот хорошо наверное видно но обрастают потихоньку этот я уже показывал абхазский фиолетовый далматика ланта ира этот у меня есть вот еще коричневая далматика поближе куст еще не определен в прошлом году первое плодоношение было здесь вот у меня есть барбентан вот он стоит за далматикой рост палкой пришлось поверху ограничивать и как говорится ограничил еще весной еще раз буду ограничивать но урожай был немногочисленный в прошлом сезоне буду еще как говорится ждать это у меня сорт травин почему-то очень поздно пока плодоносит как говорится ничего страшного еще один абхазский фиолетовый сейчас покажу очень шикарный кустик который меня немножко напрягал первых три сезона но в этом году просто радует вот это инчарио прета точно одноурожайный сорт вот видите какой размер лопухов с моей ладошкой которая 20 сантиметров это как минимум лист доходит до 50 сантиметров 40-50 сантиметров в длину один лист без только одна листовая пластина вот эта зеленая я даже специально отодвигаю потому что не входит экран здесь вот можете видеть уже это прошлогодние прививки турецкий сорт один из лучших турецких сортов приходили черенки по обмену это у нас один из лидеров по бребе карликовый как видите радует пока филушки показывают где-то вот тут громадная бреба далматики подщиканная висела вот она вот моя ладошка по сантиметрам уже не меньше десяти в длину вот какая урожайность может быть подщиканной далматики вот видите этот побег он живой но на нем еще даже листа не образовалась а может и не образуется уже потому что не все побеги восстанавливаются хотя вот на этом побеге мы видим что он тоже был подщиканный на черенке плюс формировка то есть у меня вот здесь вот тропка проходит и ветки от этого куста начинают загорождать проход физически приходится срезать эти ветки ну что ж давайте посмотрим привитый панч вот как видите очень сильно рослый сорт есть надежда что даже в этом году созреет хотя бы первая бреба есть еще штуки наверное три вот сейчас здесь находится на кусте вон там я вижу внутри и далеко в тени спряталась еще одна с той стороны пара штуки есть это вот у меня пересажен куст Виолетда Солис который попал в прошлом году под поток оголились у него корни и его пришлось переносить это второй куст коричневой долматики из которого тоже периодически берутся черенки а это вот хороший куст гизель не установленный мной сорт но получил временное название по месту нахождения нашел я его в населенном пункте нашего района гизельдере так и назвал гизель кто-то сумеет назвать более точное вернее правильное название этому сорту и фигам которые естественно буду опять же показывать на фото я уже показывал этот сорт с удовольствием от вас приму правильное название и дам то название которое настоящее это молодые инжирчики которые не торопятся с ростом это я точно знаю что с Италии надо просто бирок нет вспоминать заглядывать в каталоги и смотреть там название вот их три штуки здесь высаживалось и все плодоносы здесь мы видим опять почиканный куст и ради чего а ради вот этих же прививочек вот они видите вот она прививка сработала сейчас можно даже вот здесь раз она начала работать можно вот эту фигушку убрать она мне не нужна абсолютно я не голодаю это для вас ребята Андрюша Олег Оксана вот видите тоже зеленые уже на прививках можно видеть почки позеленели явно скоро пойдут здесь я тоже сейчас вот это все оборву мне кажется что эта бреба никогда не дозреет да и не нужна она мне вот так вот вот у меня еще один рандина тоже как-то не очень шустро растет толком еще не плодоносил думаю в этом году уже начнет работать в этой школке у меня белый адриатический высаживался вернее пересаживался в этом году тоже как видите тяжело приживается с хорошей очень землей скоро начнут начнут делать поливы ну и вместе с инжирами на свободных площадях выращиваю томаты вот эти томаты у меня мелкоплодные но они совершенно ничем не болеют вот это мне мне плюс нравится у этих сортов и плодоносят практически всю осень сентябрь октябрь до наярских праздников собираю в открытом грунте томаты ну что ж это вот мои гранатики одна оливка живая осталась которая мои плотинские морозы переносит вот еще как видите гранатик стоит дальше вон еще можем видеть гранат дальше виноград есть персик который я никогда ничем не обрабатываю но какое-то количество плодов даю а вот здесь хочу похвастаться прививкой крупноплодного граната вот видите прививок делал очень много вот здесь пара прививок похоже так и не отработает не сработает хотя я не стал их снимать в надежде что может будет более влажная погода осадки но положительного результата нет а вот с укоренением с укоренением граната в этом году дела стоят гораздо лучше вот еще показываю свои инжирчики это инчарио бранко один из самых моих любимых светлых сортов который по вкусу перекрыл панч но пока я не установлю что он стопроцентный партинокарпик распространять его не буду это биберобранко второй куст два куста один резервный есть тоже с него понемножку срезают черенки партинокарпик а вот здесь аж 4 сорта посажены и как я считаю один из самых перспективных для России для тех регионов в которых инжир выращивают только энтузиасты одиночки это подмосковье ростовская область ставропольский край сорт перетта третий год у меня уже растет но плодов я еще не видел но думаю что будут вот здесь куст под названием дага который я позже сумел определить как Lampiaira португальский сорт и хоть мне опять же те же компании которые уже не раз сегодня называл почему-то ставят в пику что я название придумываю а как выйти из положения когда ты привез например черенки поставил их на укоренение или привил а название тебе неизвестно и вот этот сорт три года у меня уже вплоть до плодоношения так и чистился дага а если не пришли от зарубежных коллег черенки которые я посадил в другом месте под названием Lampiaira тогда он все чистился все еще как дага кто-то мне из этих товарищей помог с опознанием сорта да конечно нет только одна критика всю эту публику называю попросту одним словом критикана потому что толку от них абсолютно нет один негатив вот это сорт Hortmane который для меня честно сказать был поначалу полным разочарованием ну в прошлом году уже дал довольно таки крупные фиги среднего качества вкусовые я надеюсь вкус еще улучшится и как говорится он себя оправдает в конечном итоге сорт израильский насколько мне известно вот тоже находка туапсинская без названия я его в свое время укоренял с расчетом таким что он будет давать хорошую бребу и как видим бреба на нем есть это конечно не черный крымский черного крымского кустик у меня вот перед вами завязалась в этом году всего одна фига но опять же почему а можете сами видеть вот чеканутый побег вот откуда срезались черенки отсюда срезались черенки то есть вкус в таком размере и дальше будет оставаться независимо от того будет спрос или не будет на посадочный материал как говорится это моя технология я ее придерживаюсь вот этот куст например уже как я считаю перерос километр 80 роста и вот где-то вот здесь осенью этот кустик будет подщикан это тоже один из кустиков лампи ира приходил был куплен в коробочке из Голландии без названия ну что ж я думаю наверное мы сегодня закончим вон еще кустик латарулы стоит как говорится вот он в этом году бребы почти нет на нем в прошлом году основного урожая был неплохой ни одна ни две штуки для вас специально Андрей ни одна ни две а хороший урожай килограмм несколько вот был большой куст НБС 13.1 и как видите как видите вот такие уже прививки на нем а вот здесь еще прививки только-только как говорится собирается выпустить лист конечно прививки не все но если на кустике срабатывают 2-3 прививки то это считается уже хорошим удачным результатом вот вот был кустик брунсика что от него осталось а вот сами смотрите 40 сантиметров побег здесь наверно сантиметров 30 а здесь сантиметров 60 две прививки на этом побеге одна прививка здесь и две прививки здесь наверно видите вот так вот теперь наверное всем стало понятно что основная моя деятельность не связана с выращиванием менжиров для реализации в торговых сетях в виде плодов на этом я наверное закончу сегодня репортаж он так уже затянулся всем удачи в выращивании сутропических плодов спасибо всем за внимание и и в и и и и